Материнскому капиталу в России 10 лет. Сейчас его размер составляет 453 026 рублей. Государственная мера поддержки семей с детьми весьма популярна. В нашей области заявление на получение маткапитала направили более 48 тысяч человек. Воспользовались средствами материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий 28,5 тысяч семей. То есть они либо купили квартиру, дом, либо платят ипотеку, то есть улучшили жилищные условия. Порядка 1344 обладательниц сертификата на материнский семейный капитал направили средства на образование детей либо ребенка. Пять мам только обратились за перечислением средств материнского капитала на свою будущую накопительную пенсию. И по четвертому направлению на реабилитацию, интеграцию в общество детей-инвалидов ни одного заявления на настоящий момент не подано. Еще обладатели материнского капитала могли рассчитывать на единовременную выплату. В 2016 году сумму в размере 25 тысяч рублей получили 13 тысяч семей. Будет ли такая мера поддержки предусмотрена в этом году, неизвестно. Правительством России пока не принято соответствующее решение. В целом за 10 лет ивановским семьям перечислили более 11 миллиардов рублей. Семья Масловых материнским капиталом уже воспользовалась. Средства направили на приобретение квартиры. Другие варианты не рассматривали. Мы так подумали, что на образование, в принципе, еще неизвестно, что у нас будет в сфере образования, и сколько это будет, может деньги вообще обесцениться, это ничего не будет стоить. То, что сейчас давали на тот момент, это был 2014 год. Поэтому не стали на образование направлять. И у нас как раз стоял жилищный вопрос, все-таки и приоритетом оказался именно жилье. Поэтому решили туда направить материнский капитал. Такую сумму накопить молодой семье, это, в принципе, тяжеловато достаточно. Мы очень благодарны, что есть от государства такая поддержка. Распорядиться материнским капиталом, не дожидаясь, пока младшему ребенку в семье исполнится три года, можно. Но только в одном случае, если направить деньги на погашение кредита, оформленного на приобретение жилья или улучшение жилищных условий. Обналичить семейный капитал нельзя. Деньги перечисляются по безналичному расчету, либо в кредитные организации на перечисление этих средств, либо продавцу, потому что другая сторона это покупатель. То есть, если они приобретают у кого-то на вторичном рынке жилье, то мы перечисляем на банковский счет, опять же, продавца. То есть, деньги наличные, даже вот 25 тысяч единовременная выплата на руки у нас в территориальном органе пенсионного фонда никто никогда не получает. При виде вот таких листовок, развешанных на жилых домах или фонарных столбах, стоит быть предельно внимательными. По вопросам оформления материнского капитала лучше всего обращаться к сотрудникам пенсионного фонда, а не верить объявлениям, которые обещают быстро решить все проблемы. Как показывает практика, люди, расклеивающие такие листовки, либо не дружат с законом, либо просто хотят на вас заработать. Чтобы оформление материнского капитала отнимало как можно меньше времени и нервов, можно подать заявление на получение сертификата или узнать остаток средств, не выходя из дома. Электронный сервис пенсионного фонда позволяет дистанционно получать ряд услуг. Для этого требуется пройти регистрацию, заполнить необходимые поля. Процедура займет не более 15 минут. Правильность несенных данных проверяется автоматически. И только после устранения всех ошибок заявление отправится в территориальный орган пенсионного фонда. У вас появится статус заявления направлено на обработку. То есть заявление принято на сайте и отправлено на обработку. И вам также выйдет квитанция регистрации. Но хотелось бы отметить все-таки, что это квитанция регистрации именно вот на сайте. Как только появится статус, что заявление поступило в территориальный орган, Это говорит о том, что оно автоматически зарегистрировалось в территориальном органе, в который оно было направлено. И начинают с ним работу. По каждому шагу, что происходит в территориальном органе, человеку будет в личный кабинет приходить сообщение. Как нам пояснили в пенсионном фонде, в скором времени забирать лично готовый сертификат на материнский капитал тоже не придется. Он станет электронным и придет на почту заявителя. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.